Между тем, всякие психологические задачи труднее решать, нежели физические, потому что деятельность человека не чисто рефлекторная, и как элемент в них входит тот икс, который одними называется свободным произволом, а другими – способностью противопоставлять внешним мотивам те неисчислимые сонные идеи и представлений, которые составляют содержание нашего сознания. Из защитительной речи В.Д. Спасовича в судебном процессе по делу об убийстве Нины Андреевской Глава первая, 1965 год «Вы верите в Бога?» Светлые глаза в обрамлении сетки мелких морщинок смотрели на Орлова со спокойным любопытством, чуть ужидательным, но нисколько не тревожным. «Ну, что вы!» – с облегчением улыбнулся Орлов. «Как можно? Мы все атеисты. Бога нет, это общеизвестно». Женщина вздохнула и легким быстрым движением коснулась кончиками пальцев края маленькой изящной шляпки. «Вероятно, вы намного образованнее меня», – произнесла она с едва заметной улыбкой. «Поэтому и знаете точно, есть Бог или нет. А я вот, извольте ли видеть, как-то привыкла с детства думать, что он есть. Именно поэтому я и пришла к вам». Орлов озадаченно сдвинул брови. «Я не понял». Он действительно не понимал. Эта приятная немолодая дама, представившаяся переводчицей, приехавшей с французской делегацией на московский кинофестиваль, находилась в его комнате уже двадцать минут, а цель ее визита так и оставалась для Орлова неясной. «Именно в комнате, а не в квартире, ибо квартира была коммунальной. Слава Богу, малонаселенные, всего три семьи, и у каждой по большой, метров по тридцать пять-сорок в комнате. Но все равно, квартира не была отдельной, и от этого Орлов немного стеснялся перед иностранной гостьей. В коммуналках жили очень многие, в этом не было ничего особенного и постыдного. Орлов даже гордился их с женой комнатой, такой уютной, обставленной старинной мебелью, с красивыми шторами и светильниками, с массивным деревянным письменным столом и двумя мягкими кожными креслами. Для хозяина и для посетителя. Адвокат Александр Иванович Орлов и его супруга, юрист на предприятии, имели репутацию у людей общительных и гостеприимных, и за стоящим в центре комнаты раздвижным овальным столом частенько собирались весьма приятные и оживленные компании коллег и друзей, то и дело восклицавших «Как же у вас тут хорошо! Прям покой на душу не сходит в вашей комнате!» Александр Иванович в этих случаях обычно скромно улыбался и выразительно кивал на жену, хорошенькую, аппетитно-полненькую и необыкновенно живую и энергичную Люсеньку. «Это не моя заслуга», — говорил он с улыбкой. «Это все Люсенька. Умеет она уют создать. Настоящая хранительница семейного очага». А Люсенька в ответ на эту реплику весело хохотала, звонко чмокла Орлова в щеку и неслась на кухню за очередным блюдом. Жену Александр Иванович любил искренне, сыном Борькой был более чем доволен, посему семьей своей имел все основания гордиться. И жилищем своим гордился, ведь оно было не просто красивым, но еще и не похожим на подавляющее большинство квартир и комнат того времени. Никакой современной полированной мебели на тонких, того и гляди грозящих подломиться ножках. Никаких эстампов и чеканок на стенах, только живопись, багеты, фотографии в хороших рамках. И сам он, адвокат Орлов, вполне под стать своему жилищу выглядел. Высокий, крупный, даже несколько полноватый, с густыми серебряной седины волосами и ухоженной окладистой бородой. «Не дать не взять настоящий судебный защитник девятнадцатого века». Борода, однако, была не данью имиджу, а осознанной необходимостью. Прошедший всю войну Александр Орлов вернулся с фронта с неизгладимо обезображенным лицом, всю нижнюю часть которого, от крыльев носа до КДК, покрывали грубые шрамы и ожоги. Из-за бороды его и в милицию не взяли после окончания университета. Сказали, мол, не может советский офицер, носящий форму, быть в бороде. Не по уставу это. Прозвучали три звонка, и, открывая входную дверь, Орлов был уверен, что пришел очередной посетитель. Клиент, которого адвокат ждал сегодня, но, правда, только через час. Что ж, бывает, ничего страшного. Человек в тревогах, волнениях время перепутал. Или кто-то, узнав у знакомых адрес хорошего адвоката и дни, когда он работает не в консультации, а принимает на дому, решил явиться без предварительной договоренности, на удачу. И такое тоже случается. Увидев незнакомую, хорошо одетую немолодую даму, уверился в своих предположениях, доброжелательно улыбнулся и, ничего не спрашивая, проводил в комнату, привычно, ожидая, что она, как и все, кто попадал сюда впервые, начнет восхищенно осматриваться и одобрительно кивать. Дама явно старорежимная. Уж кто, как не она, сможет оценить? Но дама и не думала оглядываться по сторонам и рассматривать обстановку. Взгляд ее был прикован к лицу Орлова. «Присаживайтесь», — Александр Иванович указал гостя на кресло для посетителей. Сам же занял место за письменным столом. «Я внимательно вас слушаю. Что у вас случилось?» Дама тихонько вздохнула. Сидела она очень прямо, на самом краешке кресла. Каким-то неведомым Орлову образом на ее сером костюме, прямая узкая юбка и короткий элегантный пиджак, не образовалось ни единой складки, словно костюм этот строили на сидящей фигуре. «Инт пошив, наверное», — мелькнула у него в голове неуместная какая-то мысль. «У хорошего портного шьется». «Вы Александр Иванович Орлов», — не то спросила, не то констатировала посетительницу. «Ну, вы ж ко мне пришли», — развел руками Орлов. «Стал быть, ваша матушка Ольга Александровна Орлова, урожденная Раевская, старшая дочь Александра Игнатьевича Раевского, расстрельного чекистами в девятнадцатом году». В груди у Орлова мгновенно возникла страшная черная дыра, в которую, как в воронку, стали засасываться спокойствие и способность здраво воспринимать и оценивать окружающую действительность. «Надо взять себя в руки. Надо. Ничего особенного не происходит. Ну, подумаешь, дворянские корни. Кто их сейчас боится? Не тридцатые же годы. Ну и пусть, пусть». «Да, совершенно верно». Он сам удивился, насколько спокойно, оказывается, звучит его голос. «Мама умерла от дифтерии, когда мне было чуть больше годика». «Зачем-то», — добавил он. «Я ее не помню. Меня растил отец». «Открещивайся, открещивайся», — шептал откуда ты с глубины той страшной черной дыры и явственный тревожный шепот. «Отказывайся от всего. Может быть, твой дед Александр Раевский, известный криминалист, и оказался контрреволюционером. Не зря же его расстреляли». «Но к тебе это не имеет никакого отношения. Ты в то время еще не родился». «А твою мать не тронули, значит, к ней власти претензий не было. Ольга Александровна еще с Первой мировой работала в госпиталях, выхаживала русских солдат. «Тебя растил только отец, Иван Степанович Орлов, рабочего происхождения, выбившийся в инженеры, достойный человек, настоящий строитель коммунизма, партиец, имеющий безупречную советскую биографию». «На это и напирай. А что он женился на дворянке, да еще на половину немке, так ты, Саша Орлов, ее не помнишь и знать ничего не знаешь. Ты знал всю жизнь только отца и его родню. Они тебя воспитывали. Про них ты можешь рассказывать бесконечно. А мать уже к моменту замужества была почти совсем одна. Все, кроме деда Александра Раевского, эмигрировали, и про эту ветвь ты ничего не знаешь». «Конечно, конечно», — кивнула гостья. «Я знаю. Мне стоило немалых усилий вас найти. В ходе этих изысканий я многое узнала о вашей семье, так что более или менее в курсе. Я представлюсь с вашего разрешения, Анна Юрьевна Каковницына. Разумеется, в течение жизни, по ходу моих замужеств, фамилию приходилось менять. Но теперь это все в прошлом, и я снова ношу то имя, с которым родилась. Некоторое время назад я поняла, что мне необходимо разыскать потомков рода Гнедичей. Поиски были сложными, но в итоге они привели меня к вам». «Гнедичи?» — изумление адвоката Орлова было совершенно искренним. Это имя он слышал впервые в жизни. «А кто это? Какое я имею к ним отношение?» «В самое прямое». Гостья улыбнулась. «Ваша прапрабабка, младшая дочь Гнедичей, вышла замуж за графа Раевского. У нее были два старших брата, но потомства они, увы, не оставили. Посему Раевские — единственные кровные потомки рода Гнедичей. А на сегодняшний день остались только вы. Судьбы остальных Раевских сложились, к сожалению, не так благополучно. По крайней мере, разыскать их мне пока не удалось. Благодаря моему последнему мужу меня хорошо знают в советском посольстве во Франции». «Во Франции?» — непроизвольно вырвалась у Орлова. «Так она еще и иностранка из эмигрантов. Только этого не хватало». «В Париже», — кивнула Коковницына. «Моя семья уехала из России в семнадцатом году, после первой революции, но еще до второй. Так вот, как только создали общество советско-французской дружбы, я сразу стал активно там работать, поэтому советское посольство, и в особенности атташе по культуре, меня хорошо знали. Эти знакомства позволили мне обращаться с просьбами по розыску Раевских. Конечно, дело двигалось небыстро, но в конце концов увенчалось успехом. «Тот же атташе по культуре помог мне добиться поездки в Москву в качестве переводчицы при французской делегации». «Зачем?» — тут же подумал Орлов, по профессиональной привычке выискивающей нелогичности и несостыковки в том, что ему рассказывают. «Если у тебя такие хорошие связи в советском посольстве во Франции, ты могла бы просто запросить визу как туристка, тебя бы не отказали. Темнишь ты, бабка Каковницына». Вероятно, тень недоверия все-таки промелькнула по его лицу и от посетительницы не укрылась, потому что Анна Юрьевна едва заметно улыбнулась. «Вы можете спросить, почему я не попыталась приехать в Советский Союз в качестве обычной туристки? Если у меня столь крепкие связи в посольстве, то в визе мне бы не отказали. Зачем мне нужно было устраиваться переводчицей при делегации?» «Умна, старая корга», — одобрительно хмыкнул Александр Иванович про себя. «Почему-то в этот момент ему стало легче». «И почему же?» «Деньги, голубчик», — ответила Анна Юрьевна с обезоруживающей прямотой. «Для меня такая поездка за свой счет — непозволительная роскошь. Боюсь вас разочаровать, но скажу сразу. Я не богатый, мы с вами не родственники. Поэтому если у вас и мелькала мысль, что объявилась богатая тетушка из Франции, намеревающаяся оставить вам наследство, то вам придется с этой мыслью распроститься». Орлов пожал плечами. «Уверяю вас, подобной мысли меня не посетили. Так чем могу быть вам полезен, уважаемая Анна Юрьевна? Для чего вы прилагали столько усилий, чтобы найти меня?» Она помолчала. Орлов чувствовал, как внутри него снова оживает и начинает вибрировать та самая черная дыра. «Вы верите в Бога?» Дед Анны Юрьевны, граф Михаил Каковницын, женился поздно, до сорока с небольшим лет занимаясь преимущественно тем, что вполне успешно проматывал семейное состояние, без счета тратя деньги на жизнь за границей, в обществе многочисленных девиц и не помышляя о семейных узах и продолжении рода. Обнищавшему графу, не сделавшему карьеру на государевой службе и достигшему зрелых лет, не оставалось ничего иного, как жениться на богатом приданом. Девицу из дворянской семьи в этом браке ничто прельстить не могло бы, равно как и ее родителей. А вот межсословные браки во второй половине девятнадцатого века стали распространяться все шире, и теперь дворянину можно было, не нарушая приличия и не вызывая в свете особых пересудов, жениться на дочери заводчика, фабриканта или даже купца, взяв за ней очень неплохие деньги и одарив, в свою очередь, титулом графинюшки. Молодая графиня Каковницына сразу же осчастливила мужа первенцем Юрочкой, и Михаил Аристархович, впервые став отцом в сорок два года, на шестьдесят седьмом году жизни уже с умилением посматривал на беременную невестку, ожидая рождения внука или внучки. Тяжелая болезнь, как это часто бывает, свалила старика неожиданно, а приближение конца граф почуял как раз в тот день, когда послали за повивальной бабкой. Невестке, жене Юрия, подошло время родить. Юрия от женских комнат прогнали, и он сидел у постели умирающего отца, одновременно горюя по родителю и тревожить зараженицу. Именно тогда Михаил Аристархович попросил сына открыть потайную дверцу в книжном шкафу и достать оттуда простую деревянную коробку из-под сигар, которую Юрий ни разу до того времени не видел. Последней просьбой умирающего было передать коробку Раевским, соседям Каковницыных по имению в Калужской губернии. Коробка без замка, самая обыкновенная, со скромной инкрустацией. Внутри Юрий, полюбопытствовав, обнаружил только сложенный в четверо листок бумаги, старинные часы на цепочке и большого размера кольцо, явно мужское, с черным камнем, по виду недорогое. Он собирался было спросить, что это все означает и зачем передавать коробку Раевским, но тут отец начал хрипеть и через несколько секунд испустил последний вздох, а еще через минуту со стороны женских комнат послышались души, раздирающие крики. Надо ли объяснять, что Юрию Каковницыну стало совсем не до коробки и ее содержимого? О предсмертной просьбе Михаила Аристарховича молодой граф долгое время вообще не вспоминал, очертания того дня, когда умер отец и родилась дочь Анна, утратили четкость и определенность, слившись в единое пятно страшного напряжения и тревоги. Две самые любимые женщины Юрия тяжело и долго болели. Мать после смерти мужа, жена после трудных родов, и все мысли графа были только о них и о крошечной дочери. А в Бога он не верил, ибо был ярым сторонником материализма и втайне от семьи спонсировал революционную газету и финансово поддерживал революционные движения, посему понятие «последняя просьба умирающего» для него никакой ценности не имело и моральных обязательств не налагал. С годами граф Каковницын в идеях революции разочаровался. Когда весной 1917 года приняли решение уехать во Францию, во время сборов обнаружилась та самая коробка. Ее упаковали вместе с остальными вещами. Не до раздумий было, да и не до поисков Раевских, о которых Каковницын уже много лет ничего не слышали, ибо имение в Калужской губернии давным-давно было промотано Михаилом Аристарховичем и ни его супруга, ни тем более сын, там никогда не бывали. Да и о каких именно Раевских шла речь, Юрий Михайлович совсем не представлял. Этот дворянский род был старинным, имел множество ветвей, потомки которых жили и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Харькове, и в Нижнем. Да где только они не жили. Разумеется, можно было бы тотчас выяснить, чьи имения находились по соседству с имением Каковницыных под Калугой лет примерно пятьдесят назад. Нам в горячке сборов и предотъездных тревогах и хлопотах кто станет терять время на эдакую безделицу, как коробка с инкрустацией? Итак, коробка оказалась во Франции, где Юрий Михайлович наконец поведал о ней дочери Анне. Но за давностью лет все это казалось неважным и не имеющим смысла. Просто вещь, коробка, как память о предках. Не выбрасывать же. Пусть стоит. Конечно, лежавший в коробке листок бумаги был прочитан, но ни малейшей ясности не принес. Просто отрывочные фразы, словно набросок ни то письма, ни то монолога, ни то дневниковой записи. На Достоевского похоже, отметила Анна, аккуратно складывая листок по линиям сгиба и снова закрывая коробку. Жизнь Коковницыных в эмиграции складывалась трудно. Болезни, унижения, нищета и несчастья преследовали их, и только годам к пятидесяти пяти Анна Юрьевна смогла, казалось бы, перевести дух. Позади осталось много горя, но впереди ничего плохого уже не ждет. Первый муж умер от сердечного приступа, первый ребенок от тяжелой пневмонии. Второй муж погиб во время войны, участвуя в сопротивлении, второй сын, подросток, был убит немцами в ходе рядовой облавы. Но осталась дочь, здоровая, красивая девушка, умненькая, как казалось Анне Юрьевне, и хорошо воспитанная. Глядя на нее, пятидесятипятилетняя Анна Юрьевна думала, теперь все будет хорошо. Девочка выйдет замуж по большой любви, родит деток, и остаток жизни я проведу в покое.